Если существует в России ад, то он даже не в тюрьме, которой многие так боятся. Он находится в кабинетах бессердечных чиновников. Бывший заключенный Александр Климантов отсидел много лет, потом исправился. Но он стал инвалидом. Этой инвалидности он добивался очень долго. В итоге добился. Он стал инвалидом первой группы. И сейчас приехал в Москву для того, чтобы добиться компенсации за те 6 лет, которые добивался этой инвалидности. 6 лет чиновных издевательств над Александром привели к тому, что однажды он впал в кому. Врачи вернули его к жизни, а после обследования возмутились «у вас же явная первая группа». И подсчитали, сколько государства должно компенсировать инвалиду за годы мучений – 790 тысяч рублей. Но этих денег Александр Климантов добивается до сих пор. Ведь без них разорится наше нефтеспасаемое государство. Чиновники же берут реванш на всех уровнях. Пришлось приехать в Москву и обратиться в путинскую приемную. Но и здесь молчат уже 10 дней. Неинтересен им гражданин. Ни здоровый, ни больной, ни вольный, ни отсидевший. Сидит в коляске и пусть сидит. Я решил находиться вот здесь, напротив приемной президента Российской Федерации до конца. Почему? Потому что я вижу этот беспредел наглой российской власти. Человек в нашем обществе никому не нужен вообще. Никакие проблемы государство не решает. И поэтому я буду находиться здесь до тех пор, пока не умру. А вы понимаете, что это вообще чревато? Да, я знаю, чем это кончится. Но я даже реально представляю картину, что ничем эта власть мне совершенно не поможет. Я отдаю отчет своим словам. Все, я здесь буду находиться до последнего. А они понимают вообще, как вы их, ну так скажем, оцениваете? Это беспредельщики или все-таки по понятиям живут во власти? Да, узаконенный беспредел. Они живут по узаконенному беспределу. И просто я еще хочу рассказать, человек у нас здесь в России, это самое нижнее существо. Понимаете? Проблемы людей никого не интересуют этой власти. Я хочу сказать, что просто, чтобы моя жертва была не напрасна. Вот и все. А что вы, секундочку, а что вы посоветуете людям, которые оказались приблизительно в вашем положении, тоже ехать в Москву, присоединяться к вам? Да, я считаю так. Только добиваться. Добиваться я не призываю к насилию, боже упаси. В нашей России нужен действительно народный референдум, чтобы люди высказали свое мнение. Это что происходит, что творится. В газетах пишется одно, по телевизору показывают там по правам человека. А на самом деле у нас в России это беспредел, самый настоящий. О, это бессердечная власть, о, эти бездушные чиновники. Даже если вы никогда не сидели в тюрьме, они все равно устроят вам тюрьму на воле. Вы будете находиться в заключении пожизненно. Вы будете сидеть до тех пор, пока не встанете с диванов. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.